Здравствуйте, друзья! Знакомлю вас сегодня с новым марафоном. Марафон о посе-композе. У нас уже с вами есть два марафона по субжунктиву, 9 уроков и 12 уроков по глаголам. Смотрите на то, где вы можете их найти. Вот ваша панель, та, которая доступна вам по подписке. Подписка стоит 750 рублей в месяц, и у вас доступ ко всему. Смотрите, первое – это общий французский, это курсы, которые большие, 72 урока или 36. Здесь спецкурсы, чтение, подготовка к экзаменам, фонетика. Нет. А вот здесь, смотрите, внизу – это марафоны. Здесь наши марафоны, которые уже есть. Кликаем сюда, и посмотрите, у нас глаголы, субжунктив и посе-композе. Женский род мы запускаем в августе. Так вот, нам нужен марафон посе-композе. Открываем. Что можно сказать про этот марафон? В этом марафоне 11 уроков. 11 уроков плюс 11 дополнительных таких подуроков. Сейчас все покажу. Далее, 50 упражнений на отработку всех аспектов посе-композе, по крайней мере, тех аспектов, которые мне пришли в голову. 11 диктантов. Сейчас все покажу. 9 мини-текстов и 10 видео-уроков. Мы работаем здесь и с орфографией, и с произношением. Давайте посмотрим, как все организовано. Все сначала. Первое. Посе-композе. Первый аспект. У вас здесь мой небольшой видео-урок о том, где я рассказываю правила, показываю таблицы. И дальше у нас вот они упражнения. Самый легкий первый аспект – это глаголы первой группы по секу-композе, те, которые формируют по секу-композе с абуа. И вот они упражнения. Их тут 4. И дальше идет диктант. То есть на слух вы должны записать то, что я диктую. Каждую маленькую фразу я повторяю 2 раза. И таких фраз 10. И дальше третий раз я повторяю уже быстро. То есть если вы не успели записать, вы останавливаете. У вас есть возможность остановить и записать. Далее. Куда вы это отправляете? Вы отправляете это в комментарии вот здесь вот. И отправите ответ. Плюс ко всему здесь есть маленький тест. Совсем маленький. То есть вы выбираете по смыслу, какой тип фраз здесь подходит. Если вы сделали этот мини-тест и отправили вот этот диктант ответа на него точно так же в комментариях, у вас появляется доступ ко второму уроку. Без этого у вас не будет этого доступа. Я вам покажу, потому что у меня административная страница, у меня есть доступы. У вас не будет доступа ко второму уроку, пока вы не сделаете упражнения, пока вы не сделаете диктант и мини-тест. Второй урок – это корреже. То есть здесь у вас ответы на этот диктант, который был. И плюс аудио, где, опять же, все это произносится, аудио предыдущего урока. Здесь вы должны записать себя и отправить аудио того, как вы это произносите. Старайтесь, пожалуйста, пытайтесь максимально повторить за тем, как я это произношу, чтобы было качественно. Не хотите выполнить это задание – ставьте плюс. И в комментариях у вас будет ответ «Доступ дан автоматически». Но, конечно же, лучше записать, вам будет эффективнее намного. Дальше второй полноценный урок – это глаголы. Второй группы в пасекомпозе – те, которые формируют пасекомпозе сабуах. Точно так же много-много упражнений. И опять у вас диктант. И тоже тест. Все в таком же духе. Под урок следующий – это, опять же, ответы и там, где нужно сделать вашу запись. Третий урок – это глаголы, третья группа, которые формируют пасекомпозе. Обратите внимание, что у вас здесь много глаголов в видео, но не все. А чтобы были все, вы открываете вот этот документ. И вот здесь у нас приготовлен документ со всеми пасекомпозе, которые максимально употребительные. Давайте посмотрим, сколько их. Вот до конца смотрим. И их у нас на данный момент 356 самых употребительных. То есть вы можете это все распечатать и пользоваться. Далее упражнения на отработку этих пасекомпозе, третьей группы. И, как всегда, в конце диктант и маленький тест. Потом уйдет после этого урока под урок с исправлениями. Четвертый урок – это пасекомпозе глаголов, которые формируют пасекомпозе сэтха. Опять же, здесь мы это все тренируем в упражнениях. И у вас есть диктант. Все уроки сделаны по одному типу. Под урок – это исправление и там, где должны аудио сделать. Пятый урок – это пасекомпозе в отрицании. То есть мы повторяем то, что было до этого, но теперь отрабатываем отрицание. Здесь очень важно именно соблюсти порядок слов. Тут упражнений не очень много, но, опять же, есть у вас маленький тест и диктант. Вы должны на слух воспроизвести то, что… написать то, что я вам диктую. Ответы. Шестой урок у нас о пасекомпозе нужно выбирать, формируют ли пасекомпозе с облах или с этого глагола. То есть у нас тут уже отдельная тема, отдельное видео и упражнения, и диктант. Дальше под урок с ответами. Седьмой урок полноценный – это пасекомпозе возвратных глаголов. Здесь немножко сложнее. И это первый тип возвратных глаголов. Тут на два типа разделено. Не буду рассказывать, пройдете, увидите. Но вот у вас тут, опять же, есть диктант и тест. Ответы. Восьмой урок у нас теперь второй тип возвратных глаголов. Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас тоже есть диктант и так далее. Здесь я уже разделила, потому что фраза длинная. Здесь два раза произносится в первом аудио, а во второй раз третий – быстро. То есть вы можете сначала это все прослушать и записать. Почему? Потому что дальше у вас в ответах будет только третий запись, где быстро, где вы уже на произношении работаете, чтобы вы здесь не теряли свое время, потому что я здесь с большим паузой произношу. То есть когда вы уже работаете на произношении или ответы смотрите, вам уже не обязательно слушать так медленно. Так вот, что тут интересно. Тут еще пока нет видео. Почему? Потому что у нас завтра и послезавтра, по-моему, да, два занятия подряд грамматиком будет в прямом эфире. Я проведу как раз-таки по этим темам дополнительные видео сделаю, и мы сюда их поместим. Биан. Ответы, как всегда. Тут у нас быстрое видео. Пардон, аудио. И вы должны это повторить, произнести, проверить вообще своими ответами сначала, а потом вашу запись прикрепить, что вы произносите точно так же быстро. То есть мы работаем с вами и над произношением в каждом подуроке, где ответы есть. Девятый урок – это большой длинный урок, это причастие, согласование вообще всех причастий. Много очень правил здесь. И повторяем те глаголы, которые формуют посокопоза с «этфа». И огромный акцент у нас здесь на то, когда у нас прямое дополнение предшествует вот этому сказуемому. Тоже нужно согласовывать с глаголом «абуар» даже. Вот у нас примеры, фразы, которые нужно проанализировать. Урок большой. И тут упражнений очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь упражнений целых. Плюс опять же диктант. На слух воспроизвести повторение. Посмотрим с вами. То есть тут у нас ответы данные, фразы, которые нужно произнести. Потом очень важная тема – это место на речи в посеком позе. То есть где поставить «маль», где поставить «лямтюно» и так далее. Тоже здесь есть и примеры красивые. И упражнения на отработку. И точно так же есть диктантик. И повторяем это все, смотря ответы. И уже работаем с произношением в корыше. И последний у нас урок – это повторение всего. Здесь нет видео, но здесь есть упражнения большие, где все правила собраны. И точно так же диктант в конце. И последним под уроком идет проверка вот этого диктанта, как вы его сделали, хорошо или нет. И вы свои комментарии пишите. Что касается еще марафонов, марафоны у нас начинаются 1-го числа в 12.00. То есть до этого нельзя его начать. И нужно закончить до 15-го числа в 12.00. Если вдруг вы не успели, нужно будет заново начинать уже 15-го числа вечером. Потому что марафон начинается 1-го и 15-го. 15-го они начинаются в 19.00 и длятся до 30-го числа в 19.00. То есть у вас 15 дней на каждый марафон. Практически каждый день нужно работать, поэтому это и марафон. Если вдруг не успели сделать результат, все это стирается и так далее, но вы, в принципе, уже можете сами свой результат знаете. Так что можете в ответах уже писать плюсы и доходить до того урока, на котором вы остановились и не успели сделать. Но, в принципе, можете все заново пройти, чтобы повторить. Если у вас будут какие-то идеи по марафонам, еще пишите. У нас уже есть идеи. То есть это и по секунду ЗЭП. Сейчас потом будет у нас и бахфей, и другие времена. И такие небольшие темы, как предлоги. Точнее, большие темы, но мы будем из них маленькие делать марафончики на определенные предлоги на группу. Далее женский род, который мы уже заявили, у нас уже практически готов. И многое другое. Если у вас какие-то идеи будут, вы нам пишите. И еще, если вам по секунду ЗЭП чего-то не хватило, мы добавим, потому что уже тоже есть идеи, что добавить. И мы спросили еще наших преподавателей в школе, возможно, у них тоже идея появится. Хочется этот марафон сделать максимально объемным, чтобы после него уже никаких вопросов не осталось. Если мы тут около 20% добавим, то есть будет 70 упражнений и так далее, то мы этот марафон тогда немножко продлим, два раза продлим, то есть он будет длиться не 15 дней, а третий. Но на данный момент 11 уроков, 11 подуроков и 50 упражнений можно сделать за 15 дней. Первые уроки совсем легкие. Напоминаю, что этот марафон у нас от уровня А2, то есть если у вас меньше уровень, вам будет сложно в конце делать. Можете попробовать делать начало, но не расстраивайтесь, по крайней мере, что у вас не получается конец. Это вся тема глобальная по секунду ЗЭП. Ее проходит от А1 до В1+. Так что если сложно, пока начнет ваш уровень, придет это все, сделайте первую часть. До скорого! Если захотите присоединиться, будем очень рады. Увы-вах!